Пятое по счету заседание должно было стать своего рода ответом защиты Марии Матузной всем предъявленным обвинением. По крайней мере, ранее адвокат обещал привести новых свидетелей и, возможно, представить результаты новой независимой экспертизы злополучных картинок. Но вместо этого адвокат допросил только саму Марию. По ее словам, во время допроса следователи убедили ее написать явку с повинной, пообещав, что это смягчит наказание, а также дали подписать уже готовый протокол допроса. Это полностью вымыслено сотрудников полиции? Либо вы просто не так рассказали, представляете, какие там обстоятельства? Я как говорила, что я ничего вообще не поясняла. Допрос, вот именно допрос я писала только явку. А допрос происходил так, что я просто сидела и ждала, пока следователь закончен печатать. То, что там написано, в принципе, такого сказать не было. Если бы я это прочитала тогда и знала, какие последствия мне взять, естественно, я бы это не написала. Но мне пояснили, что если бы писать это все, то как бы все будет хорошо. В то же время Мария подтвердила, что сами картинки размещала, не желая кого-либо оскорбить. Сразу после этого адвокат Роман Ажмегов обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела. Он сослался на недавно принятое постановление Верховного суда России. Оно рекомендует принимать во внимание как раз умысел подсудимого и многие другие факторы. Но обвинитель запросил дополнительное время для ознакомления с ходатайством. И судья перенес заседание на 9 октября. Сама Мария во время и после заседания заметно нервничала. Потому что такое ходатайство очень важно в прекращении уголовного дела. В связи с этим пленом на него большие ожидания возлагались. А в итоге, как бы, ну, не знаю, лично для меня это выглядит просто реально как какая-то издевка. Что раньше они спокойно все ходатайства разматривали, а сейчас прям две недели потребовалось. Адвокат признается, очень рассчитывает на то, что 9 октября суд все-таки встанет на сторону Марии. Тем более, уверен он, постановление пленума Верховного суда во многом реакция именно на дело Матузной. Вот есть документ Верховного суда, поэтому как-то будьте добры, с ним давайте разберемся. То есть, соответственно, в дальнейшем, то есть, опять же, если не удовлетворят наше ходатайство, то, конечно, мы будем дальше свою линию защиты, то есть гнуть. Адвокат уверен, если суд прекратит дело, это станет важным сигналом для всей судебной системы и, возможно, повлияет на другие громкие дела за репосты. Отметим, в Крае сегодня рассматривают еще три подобных дела. Всего же в России, по данным, проведенным российской газетой, сегодня более 500 таких дел. При этом, за последние два года их число выросло более чем в пять раз. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.